Сколько людей, которые прямо сейчас, в данную секунду нас смотрят, уже влезли в овердрафт или открыли кредитную карту для того, чтобы, я не знаю, подарить подарок, любимый на 8 марта. Или сделать подарок мужу, например, к 23 февраля. Или, может быть, у вас какая-то короткая совместная поездка, ну, скажем, в Сочи на ближайшие там три дня, и вы уже влезли в эту кабалу, да. Потому что кредит почему-то в последнее время у людей сразу, ну, люди делятся на две части. Одни, а ладно, все нормально, русский авось, а другие говорят, это кабала. Александр, мы вас сегодня пригласили для того, чтобы более подробно и детально обсудить эту тему. Все-таки нам бы хотелось услышать, наверное, такие советы реальные, которые нам помогут, как правильно обращаться с кредитами. И причем сразу говорим для всех, что мы не говорим о том, что вот так не делайте, а вот так делайте. Мы говорим, мы в большей степени обращаемся к тем, кто уже влез в эту ситуацию, на том или ином этапе. Кредиты в России это современная эпидемия, просрочки, я имею в виду коллекторы, проблемы с кредитами. Почему они образуются? Совсем недавно в нашем государстве было время, когда было много денег, граждане к этому привыкли. Были введены санкции, в России стало меньше денег, уменьшились заработные платы, уменьшились реальные доходы, умер рынок недвижимости. У граждан стало не хватать на необходимые регулярные нужды, например, на отпуска. Я не говорю про продукты, хотя у кого-то и такие проблемы. Отпуска, как вы сейчас сказали, в Сочи. Отпуск – это роскошь. Подарки. Подарок просто на Новый год. Кто-то заявляет, что отпуск – это роскошь. Любой гражданин понимает, что не просто так в трудовой инспекции придумали отпуск, потому что для нормальной цикличной работы ежегодной человеку нужен отдых. Человек не робот. Человек обязан отдыхать. Отпуск – это необходимое. У нас граждане привыкли ездить, кто-то в Турцию, кто-то в Египет, для этого нужны деньги. И проблема просрочки, в частности, пошла и от того, что граждане не просчитывают свои силы. У меня нет статистики, кто сейчас в овердрафте, у кого какие задолженности, поскольку это банковская тайна. Но у меня, конечно, есть ответы на вопросы, что делать, когда человек попал в беду с кредитами на разном этапе. Ведь нужно понимать, когда ты пользуешься кредиткой, любой банкир, касаемый кредитки, любой банкир мечтает посадить именно на кредитку. Почему? Если вы придете в банк и попросите потребительский кредит, у вас будет заявлено 1%. Пусть будет 8, 10, 12, 16, где-то 24, 25. Он будет фиксированный, но он будет меньше того процента, который указан в кредитной карте. Говоря о кредитной карте, нужно понимать, что ее ежемесячные платежи по погашению, которые выходят, пусть будут в мобильном приложении, они выстроены таким способом, что оплачивая ровно данные платежи, ты никогда не погасишь сумму долга. Кроме того, спустя месяц вы увидите о том, что все ваши ежемесячные платежи уходили на погашение основной суммы процентов, и не все проценты, а сумма долга за счет новых процентов растет. Поэтому, если вы взяли кредитку, здесь нужно понимать две хитрости банковские. Первое, если вы хотя бы раз ей воспользовались, вы в любом случае имеете вы по ней задолженности, или не имеете вы по ней задолженности, а платите за годовое обслуживание кредитки. В каждом банке по-разному, но я знаю, примерно, это не меньше 4 тысяч. То есть, есть кредитка, ты пошел один раз, заплатил в магазине 1200, ты снял, дальше ты кредиткой не пользуешься, факт снятия был, не менее 4 тысяч за годовое обслуживание ты потратишь. Но, другими словами, он уже открыт, да. Он уже открыт, правильно. А платить основную сумму нужно всегда больше, чем та сумма, которая указана в приложении, сумма ежемесячного платежа. В противном случае... Насколько больше? Больше, настолько больше, чтобы... На 20%, на 30%. Настолько больше в каждом банке разные условия по процентной ставке. Я не могу сказать, но однозначно платеж должен быть больше, чем та сумма, которая указана в счет ежемесячного платежа. Это единственный способ полностью погасить кредит. А как же вот этот лайфхак, который используют и, в общем, довольно успешно, когда заводят себе кредитную карту и просто кладут на нее зарплату целиком. Приходят зарплаты, зарплатные карты, перевод делают себе на кредитку и, как бы, таким образом, в общем-то, умудряются жить нормально, без просрочек. А потом все равно что-то идет не так. Зарплату задержали или еще что-то. Конечно, это индивидуальный случай. А вот такой способ, как? Вот вы именно как юрист, как адвокат, что можете сказать про этот способ, когда мы на кредитку кладем зарплату? Правильно ли это? Я считаю, что это неправильно. Я поясню, почему. Там будет сумма в разы больше, чем... Никакому человеку никогда не хватает тех денег, которые у него есть. Если ты живешь на зарплату, и ты готов в полном объеме отдавать зарплату на погашение кредитки, рано или поздно... Нет, ну почему полно? Нет, у нас ежемесячный платеж, ну, допустим, 5000 в месяц. Вот вы рекомендуете, завели, допустим, открыли кредитную карту, не 5 лучше платить, а 10, да? Ну, вот, следует правильно, да, я понимаю сейчас вас. Ну, а здесь человек решил, что, чтобы вообще не попадать в какие-то ситуации, ежемесячно платишь у меня 5000, а он берет зарплату, там, не знаю, в 50 тысяч, кладет на эту кредитку. И так делают каждый месяц. Правильно ли это вообще? Или вообще так не стоит делать? Или вообще там опасные игры какие-то? Это неправильно, поскольку я скажу, я знаю пример конкретного банка, я не буду называть, нельзя. Иногда тебе нужно наличное, а кредитная карта так устроена, что даже если ты забираешь с нее свои деньги, ты уплачешь за это процент. Кредитная карта работает исключительно по тем тарифам, которые предусмотрены в банке. Поэтому нужно иметь запасную карту, личные средства, это личные средства. Если серьезные просрочки есть у человека по кредитке, временное решение для полного погашения долга, в полном объеме перечислять зарплату, это нормально. Но превышать лимит кредитки, допустим, кредитка 300 тысяч, а класть на нее так, чтобы были деньги 700 тысяч, 800 тысяч, 900 тысяч, решение неправильно, поскольку за снятие наличных ты уплатишь те проценты, ту комиссию, точнее, которая указана в банковском договоре. Поэтому я полагаю, что это решение, конечно, неправильно. Александра, скажите, пожалуйста, снимать наличные с кредитки, мы знаем, что там совершенно какой-то драконовский процент, можно или есть случаи, когда иногда все-таки можно? Или кредитка, это та история, если вы решили кей воспользоваться, это только безналичная оплата? Это зависит от предложения банков, это больше не юридический вопрос. Сейчас какой-то банк в качестве конкуренции указывает, что у него можно с кредитки снимать деньги наличные без комиссии, без процентов. Надо смотреть по конкретному договору. Сейчас очень много предложений по кредиткам. Я в прошлом году столкнулся с ситуацией, когда я ушел в кредитки в минус, я очень долго выправлялся, чтобы данную кредитку погасить. После того, как я ее погасил, много сил для этого потребовалось, я пошел и сдал ее. Я сказал, ну, все что угодно, даже овердрафт для меня оказался лучше, чем кредитка. Все что угодно, но не кредитка, поскольку я очень быстро ушел в минус, а вот выправиться было очень тяжело. Особенно, когда пошел период начисления процентов.